Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим, чем удобрить сад в эту весеннюю пору. Потому что мы как бы ожидаем тепла и начинаем сильно подкормить деревья. На самом деле сейчас, когда почва утала в мерзнем состоянии, ночью она замерзает, днем оттаивает, самое хорошее время для подкормки садовых растений. Почему именно в эту пору важно подкормить садовые растения? Если вы подкормите садовые растения в эту пору, значит зависть будет лучше держаться, плоды будут расти крупнее и урожай будет гораздо лучше. Ну что в эту пору необходимо вносить? Основное, что вы должны сделать, пока такая почва мерзлая, внести азотные удобрения. С азотных удобрений это может быть сульфат аммония, это может быть аммиачная селитра, это может быть карбамид. Доза следующая. На 1 метр квадратный мы вносим 35-40 грамм сульфата аммония, 25 мочевины или карбамида, и 25-30 грамм на 1 метр квадратный аммиачной селитры. Как определить эту дозу, например, на глаз? На глаз определяется очень просто. Берем столовую ложку. Столовая ложка содержит примерно 12-14 грамм удобрения без верха. Значит, 2 столовые ложки это будет доза аммиачной селитры, 3 столовые ложки это будет доза сульфата аммония, и полторы столовые ложки это будет доза азотного удобрения, карбамида, мочевины. Способ очень простой. Не надо напрягаться сильно. Открываем удобрения и просто-напросто эту дозу, которая у нас есть, мы сеем вокруг плодового дерева. Растовая, наше удобрение также растворается и уходит туда к корням. Почему раннее весеннее? Потому что талые воды и оттаявшая почва тягивает удобрения. Оно, во-первых, не спарается на солнце, все удобрения устраиваются растениями, и оно все поступает в почву. Другие удобрения, как фосфорные, калийные, мы будем носить позже, в конце апреля, потому что их надо заделывать. Точно так же в конце апреля мы будем носить и перегнуть под наши деревья. Воспользуйтесь этим советом и вы посмотрите, как у вас яблоки будут хорошие, крупные, груши будут крупные, сливы будут тоже крупные и деревья будут промахнуться от тяжести плодов. Потому что именно вот эта подкормка, которая делается в марте месяц азотными удобрениями, она и придает размер урожая плодовых деревьев. Поэтому не упустите этот срок. Подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите, ставьте свои лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok